Откровенно говоря, игроков волнует не процесс создания, а итоговый результат. Это факт. Но за колесами разработки творится много чего интересного. Большинство даже не задумывается над тем, насколько большой вклад внесли отдельные личности. Я хочу периодически рассказывать о личностях, которые внесли заметный вклад в мир и Близзард, но о которых говорят неприлично редко, если вообще говорят. Я буду рассказывать о том, что они сделали, где они сейчас и самое главное, почему они покинули Близзард. В этом же ролике я хочу рассказать о двух разработчиках. Один отвечал за баланс и считался врагом всех пвпшеров, но все равно стоял на своем. А второй, хоть и был всегда за кулисами и не частенько светился, но подарил нам буквально то, без чего бы не было сегодняшнего Варкрафта. Наверное, самое сложное, что может быть в такой крупной ММО игре, как Варкрафт, это баланс классов. Еще сложнее, когда есть разделение на пвп и пве, и нужно правильно балансировать, чтобы угодить и первым, и вторым. И ведь напомню, когда-то разработчики даже говорили, что будь бы у них возможность откатиться в прошлое, они бы возможно даже удалили бы арены, потому что это принесло Близзард огромную головную боль, связанную с балансировкой игры. Долгое время этой проблемой прямо или косвенно занимался Гост Кравлер, хотя он занимался и многими другими системами, которые были в Варкрафте. Гост Кравлера в целом любили. Да, местами он был слишком прямым, слишком экспрессивным и эмоциональным, но он не боялся дерзких экспериментов. А некоторые вещи, которые он сделал и которые жестко критиковались общественностью, вроде героических подземелья катаклизма, что, напомню, вызвало полыхание у половины комьюнити игры, сейчас выглядят как действительно хорошие и правильные шаги, которые просто опережали время. Но он покинул компанию во время Пандарии. Близзард уже в то время нужен был человек, который бы отвечал за ПВП направление, и им стал наш сегодняшний первый герой. С Брайаном Холлингой все уже не так просто. В будущем, после ухода из Близзард, они с Гост Кравлером будут вместе работать над неанонсированным проектом, а Холлинг будет отзываться о нем как у наставники и хорошем друге, но об этом позже. Давайте вернемся в Варкрафт. Попал Холлинг в компанию в 2012 году, имея за собой весьма неплохой опыт работы в средненьких игровых компаниях. По его утверждениям, которые проверить трудновато, но вроде бы правда, он был заядлым игроком в Варкрафт. Он до чертиков костей обожал ПВП. Якобы большую часть свободного времени недели он проводил, играя на аренах и полях боя. Играл с самого запуска в World Warcraft, имел несколько прокачанных персонажей, на которых активно осваивал ПВП-контент, короче, был фанатом ПВП-сражений. Самое ироничное в его истории то, что именно ПВП-сообщество будет его больше всего ненавидеть. Дело было в том, на какую должность он сел в Близзард. Холлинг стал ведущим ПВП-дизайнером. Все, что касалось ПВП-сражений, это была его зона ответственности, а именно баланс классов, новый ПВП-контент, всякие ПВП-вещи на ошране и так далее и далее. Теперь перенесемся в Дренор, одно из самых ненавистных дополнений игры, которое, к моему горькому сожалению, было значительно порезано во время беты и альфы. Пик негодования общественности на Холлингу пришелся именно на Дренор, и Дренор очень, очень сильно ругали за баланс, особенно баланс в ПВП. Проблемы с балансом вызывали хейт, а это, в свою очередь, летело в сторону Холлинги. А это же побуждало людей создавать подобные саркастические ролики, в которых высмеивались проблемы баланса в Дреноре, и которые собирали сотни тысяч просмотров. Какие вещи смущали людей? Ну, в Дреноре многие классы были переработаны, и немаленькая часть способностей игроков, даже вполне себе неплохих, была удалена. Но баланс классов — это вообще отдельная тема. Практически нереально сделать такой баланс, который устроят и ПВП-шеров, и ПВЕ-шеров. Ожидание условных полей боя для одной из фракций могло быть просто колоссальным и неприемлемым для игры с, казалось бы, многомиллионной аудиторией. Особенно, сообщество взбесило одна фраза Холлинги, которую он однажды произнес. Для контекста, Альянс тогда доминировал по полной. Вообще, не было чем-то удивительным найти истории, когда 8 из 10 побед на полях боя или на аренах — это победы именно Альянса. По более объективным данным, количество побед Альянса было в районе 2 третей. Когда однажды у Холлинги спросили о этой проблеме, мол, так и так, Альянс имеет явное преимущество над Ордой, он ответил, «Ну что же, пришло время Альянсу засиять. Орда, кажется, была в тренде последнее десятилетие». Это, мягко говоря, не то, что ожидаешь услышать у человека, который этот же баланс должен контролировать. И, пускай его слова были скорее вырваны немного из контекста, а он сказал это, вероятно, шуточно, сообщество восприняло это примерно так. «Ну, на баланс мне по боку. Чё там, раньше доминировала Орда? Сейчас пусть подоминирует Альянс. Чё тут такого? Потерпите в первый раз, что ли?» Проблему с балансом Орды и Альянса пытались решить. Например, в одном из патчей ввели нечто уникальное для Варкрафта того времени — кроссфракционность. Если время ожидания ПВП-сражения было слишком большим, а это была частой проблемой, особенно когда винрейт одной из фракций мог болтаться в районе 70 и более процентов, то игрока из одной фракции могли закинуть и играть за другую. Шаг был несколько спорным, но это вполне себе соответствовало проблеме, нависшей над ПВП-балансом. Ещё ему досталось за главное ПВП-место для всего дополнения — Аширан. Аширан в первых патчах был полным месивом. Напомню, тогда разработчики ввели кучу предметов вроде Жезла Смерти, который давал игроку возможность три раза использовать Жезл по области, что ваншотило всех, кто был в пределах этой самой зоны. То есть, не знаю, Мартин Фьюри, но на минималках. В одном из патчей часть этих предметов способностей была к чертям вырезана из игры. Да и сам-то Аширан как идейная бумагия звучала действительно как нечто крутое. Совмещение элементов ПВЕ с масштабными ПВП-замесами с нескончаемой борьбой за целый остров. Тут и крупные замесы тебе, и захват точек, и сбор ресурсов, и получение уже недоступных имба-предметов, и призыв на помощь всяких крупных мобов, и целые мини-боссы, с которых падали особые фрагменты. Короче, веселуха. Но оно просто не работало. Ну вот, практическая реализация получилась не такой крутой, как это было на бумаге. Разработчики хотели, наверное, как лучшее, и поэтому сделали всё и сразу. На подобные грабли они же наступили во время ванилы, когда выпустили оригинальный Альтерак. Напомню, в оригинальном Альтераке игрок мог призвать себе на помощь гигантского босса, или буквально сесть в крошеры и выкашивать головы противников. Но это пришлось быстро понерфить, и буквально удалить существенный кусок крутых и не очень фич, просто потому, что они не работали, как того хотелось бы разработчикам. Ещё Холинку критиковало ПВП-сообщество за то, что он почти не внёс никакого нового контента к старым ПВП-системам. Ну, мол, в Лич Кинге появились новые поля боя и новые арены. В Катаклизме снова появились новые поля боя и арены. В Пандарии снова появились новые поля боя и арены. А в Дреноре... В Дреноре... Ничего. Короче, Холинку ненавидели. И это не шутка. ПВП-сообщество его проклинало. Иногда заслуженно, иногда не очень. Но он всегда стоял на своём и шёл против толпы. Многотысячной, разъярённой толпы. Хорошо ли это? Спорный вопрос. От комьюнити ему досталось так, что не снилось, наверное, ни единому другому работнику Близзард на тот момент. Стоит отметить, что и сам Холинка тоже любил подать жарку. Он имел активный твиттер-аккаунт, который он завёл, по его же собственным словам, под весьма добрым предлогом. Показать, что над ПВП в Варкрафте действительно работают. Аккаунт он ввёл активно, да так, что это тоже не очень-то и нравилось общественности. Он мог забанить за неудобный вопрос. Некоторые его ответы вызывали горение на форумах. А сам он не очень любил, когда его твиты репостились на вовхед или локальные форумы. Во время ПТР-тестирования в игре даже появился одноимённый НПС Брайан Холинка, который при диалоге говорил «Твитни меня, если ненавидишь». Что являлось отсылкой к тому, как его проклинали, в том числе в Твиттере. Видосы на официальном канале Варкрафта с его участием ближе к Легиону собирали море дизлайков и кучу комментариев из разряда «Ты уничтожил ПВП». Да и само дополнение Дренор, которое зашло в период более чем годичного застоя, когда вообще не было никакого нового контента, тоже подливало масла в огонь. Через пару лет осуществилась мечта многих его ненавистников. В 2017 году, во время Легиона, он покинул World of Warcraft и переключился на какой-то неизвестный, неанонсированный проект на должность старшего дизайнера. Однако, ненадолго, всего-то на полтора года. Что это был за проект, неизвестно. Известно, что в Blizzard была куча неудачных проектов, которые так и не увидели в свет, к сожалению или к счастью. Через полтора года он вернулся в World of Warcraft на старую должность, ближе к релизу Битвы за Азерот. Что можно сказать о его работе после возвращения? В целом, хейтить его стали поменьше. Баланс классов, увы, так и не был достигнут, но это скорее понятие является утопичным. Но отношение к нему плюс-минус нормализировалось. Он начал вести себя аккуратнее, менее вызывающе, когда дело доходило до соцсетей. И даже временами его хвалили за то, что он принимал кучу хейта и двигался вперед. Такого хейта, какой был в Дреноре, уже не было и подавно. Ну а учитывая, что он проработал на этой должности еще шесть лет после возвращения, его персона устраивала, видимо, и руководство компании. Хотя этот период пусть лучше прокомментируют активные пвп-шеры, знаю, среди смотрящих этот ролик таких немало. И вот мы в 2023 году. Весной 2023 года стало известно, что он с концами покидает компанию, проработав в ней почти 11 лет. После ухода из Blizzard, он двинулся работать над неким неанонсированным проектом вместе с Грегом Стритом. Тем самым, который прежде был ответственен за многие системы до своего ухода в Фондарии. Холинка отзывался о нем, как о старом друге и своем наставнике. Сэм Вейс Дидье. Буквально легендарная личность, которая сделала Варкрафт таким, каким он есть сегодня. Он задавал стилистическое направление практически для каждой игры, которую выпускала Blizzard. Попал в компанию он в 90-е годы, довольно случайно. Вообще, в его жизни было много случайностей, которые отражались на Варкрафте, но об этом позже. До работы в Blizzard он был заурядным работником кинотеатра, как однажды в газете он увидел объявление о вакансии в небольшой геймдев-компании. Так и началась его история. Он был художником, который воплощал идеи разработчиков. Он показывал то, что его коллеги могли лишь написать. Непосильной задачей будет попытка перечислить все, что им было нарисовано, а следом и воплощено в Варкрафте и других проектах Blizzard. Да блин, чтобы вы понимали, без него бы даже Варкрафта не было. Ну, по крайней мере, такого названия. Когда-то давно, в 90-е годы, у него был ДНД-персонаж по имени Варкрафт. Да, странное имя персонажа, но все же. Сэм Вейс грезил, что когда-нибудь это имя ему пригодится и принесет славу. Так и случилось. Однажды, во время одного мозгового шторма, когда вовсю планировался и разрабатывался первый Варкрафт, он выкрикнул это имя. Варкрафт. Так оно и закрепилось. И стало названием Великой Вселенной. Также в его заслуги можно записать пандаренов. Именно он их создал, продвигал и повлиял на то, что те появились сначала в третьем Варкрафте, а затем и в World of Warcraft. Вообще, как и слово Варкрафт, все получилось случайно. У него был брат, который любил морозить рандомные, случайные и одновременно забавные фразочки. Однажды он отправился с ним в путешествие в пустыню. Ночью они с братом сгруппировались у костра. Брат был подвыпившим и сказал что-то вроде такого. Чувак, ты как один из этих медведей панд, тебе никогда не бывает холодно. На что Сэм Вейс ответил, ты имеешь ввиду белых медведей? Брат это парировал. Я так и сказал, белый медведь. После этого за Сэм Вейсом закрепилось забавное имя. Панда. Затем, однажды спустя пару лет, он, веселье ради, нарисовал для своей семьи рождественскую открытку с маленьким пандареном. Это как-то заметил один сотрудник Близзард, который спросил, а можно ли это превратить в постер или обои? Сэм Вейс согласился. Вот так и понеслось. Затем, эти нарисованные гуманоидные панды превратились в первоапрельскую шутку. Тогда разрабатывался третий Варкрафт, а идея добавления гуманоидных панд показалась им забавной. Они решили так пошутить. Если присмотреться к линкам, которые носил Иллидан, то тоже можно приметить иконку Пандарена. Это была небольшая ссылочка. Затем, в игру действительно добавили одного персонажа Пандарена. А еще через пару лет этот образ перерастет в целую игровую расу. Как скажет один бывший разработчик, они были сильно опечалены, узнав, что сообщество в штыки восприняло добавление пандаренов. Тогда говорили, мол, прогнулись под Китай, продались ради азиатского рынка и так далее и далее. А правда заключалась в том, что им просто нравилась сама идея таких пандаренов, которые привнес Сэм Вейс. Был он ответственен не только за общий стиль, а и за конкретных персонажей. Вот далеко ходить не надо. Без преувеличения самый известный персонаж всего Варкрафта это король Лич Артас. А вот его ранний концепт от 2000 года. Тогда не то, что World of Warcraft находился в глубокой Альфе. Тогда даже третий Варкрафт, в котором и появился ныне этот всем известный персонаж, был еще далек от итогового варианта. Быть может, если бы не он, то нашего Артаса не было бы. Ну или бы, по крайней мере, он бы выглядел бы по-другому. Нужны еще примеры? Ну давайте. Даже далеко от третьего Варкрафта уходить не потребуется. Вот есть всем известный Иллидан. Еще один титульный персонаж вселенной. Как он появился? Тоже случайно и тоже по воле нашего героя. Разработчики пожились над созданием Паладина. Утера. Тоже весьма известный персонаж. Особенно в третьем Варкрафте. В 99-м году на одном из ранних концептов, нарисованном Крисом Мэтсоном, выглядел этот персонаж вот так вот. Брутальный мужичок лет 45. Образ, конечно, неплохой, но слишком банальный. Поэтому Сэмбэйс решил доработать этот образ. И получилось примерно вот это. Слепой, праведник света, который ородует не паладинским молотом, а религиозными книгами. Образ слепого, но могущественного воина разработчикам понравился. А посему его решили оставить, доработать и применить к другому персонажу. Иллидану. Хотели сделать Утера, но получился совершенно другой персонаж. Иронично. Хотите еще примеров? Ну вот ранние мортиры, которые через пару лет стали игровым юнитом третьего Варкрафта. Вот ранний концепт ночных эльфов-убийц, которые правда так и не попали в игру и были вырезаны примерно во времена беты. А справа концепт Блэйдмастера. Чуть позже из-под его пера появятся другие убийцы-ночные эльфы. Вардены, которые будут бесконечно гоняться за сбежавшим узником. Иллиданом. Еще можно помянуть ранний концепт Футманов Альянса. Первые арты появились во второй половине 90-х. Но в игру они попали в другом, более простом виде. Его концепт 90-х годов будет воплощен лишь с выходом Warcraft 3 Reforged. Если верить упоминаниям, то внешний вид орков это тоже его заслуга. Когда Близзард только создавала Warcraft, он спорил с Крисом Мэтсеном о том, какими орки должны быть. Крис Мэтсен хотел сделать орков благородными, а Сэн наоборот. Кровожадными и беспощадными. Сошлись они на чем-то среднем, добавили и то и другое. Так у нас в игре появились благородные, благочестивые орки клана Северного Волка и жестокие орки клана Песни Войны. То же самое касается и персонажей. С одной стороны у нас есть добрый, честный, великий трал, которого к слову озвучивал сам Крис Мэтсен. А с другой стороны у нас есть безумный, кровожадный, экспрессивный, громадский крик. Большинство иконок в Варкрафте и Старкрафте тоже его рук дело. Так получилось, что он отвечал за их рисовку и в свое время нарисовал сотни, если не тысячи иконок. Все его заслуги просто трудно перечислить. Это еще даже не начинал говорить о Ходсе, Хардстоуне и Старкрафте, которым он тоже в значительной мере приложил свои руки. Допустим, вот этот ранний концепт, который эволюционирует в расу Протасов, или то, как он вместе с Мэтсеном и еще одним человеком придумал Керриган. Тоже при весьма забавных обстоятельствах. Керриган должна была появиться в Старкрафте только на одном уровне, а ее образ был вдохновлен враждой двух реальных фигуристок. Но образ стал столь знаменательным, что она превратилась из персонажа третьего плана в одной из миссий в главного узнаваемого и столпообразующего персонажа вселенной. Еще, Сэм Вейс был причастен к созданию небольшого внутреннего творческого коллектива внутри Близзард, Сыны Шторма. В общем доступе на одном сайте он и несколько его коллег публиковали свои работы, связанные с проектами Близзард и не только. Своими работами Сэм Вейс буквально вдохновил сотни художников по всему миру творить, создавать, придумывать образы. Короче, я просто устану перечислять все вещи, которые он смог создать или на которые он повлиял. Просто примете тот факт, что многие всеми любимые персонажи, целые расы и стили Зон, причем не только Варкрафта, это то, к чему он прямо или косвенно приложил свои руки. Его вклад во вселенную, в стиль и в паттерны поведения персонажей колоссален. Так что не стоит думать, что ну, подумаешь какой ты там художник, их тысячи. Да, быть может их и тысячи. Но фанатам Близзард нужен именно он. В 2023 году он объявил о том, что покинет компанию. Почему? На это наложилось личное и философское, так сказать. Он в небольшом ролике объяснил свою мотивацию так. Недавно скончался его 77-летний отец. Это сильно его тронуло, отразилось на его моральном состоянии. Если ему в этом мире отведено примерно столько же времени, сколько и его отцу, а Сэмвейсу уже за 50, то он хочет успеть в этой жизни попробовать что-то новое. Пока еще есть такая возможность. В компании он проработал буквально большую часть своей жизни. Пришел в нее он, когда ему было 20 с копейками, а сейчас уже больше 50. Поэтому он уходит, но уходит в поисках нового вдохновения. Он упомянул, что быть может продолжить что-то рисовать для Близзард, вроде карточек для Хардстоуна или что-то для Ходса. Но по его мнению, он уже сделал достаточно, чтобы миры этой компании стали такими, какими их знают миллионы геймеров по всему миру. Ну что же, по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!